Ревели моторы и бушевал огонь в горках. Открылся девятый, заключительный в этом году этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание. За адреналином приехали спортсмены из разных уголков Подмосковья, а также столицы и других городов. В этот раз участников ждала дорога полная сюрпризов. Поменяли трассу впервые за несколько лет. Мы добавили на трассе элементов. Для шоу это ретардеры специальные, в которых придется оттормаживаться. Посмотрим, как это повлияет на пилотирование. Несмотря на то, что на трассу выехали всего 8 пилотов, борьба ожидалась жесткая и упорная. За рулем болида номер 88 многократный победитель предыдущих гонок Антон Рыжиков из Домодедова. Своего девиза спешить, но медленно спортсмен придерживается и сейчас. Хотя это и не просто на сегодняшней трассе, которую, кстати, до заездов специально дополнительно поливали. Тяжело. На руль налипает, на визор налипает, не видно. Кушаешь грязь. Я сегодня с утра поел, но не хочется уже больше. Но придется. Также в группе лидеров гонщик из Москвы каскадер Андрей Березкин, который не пропускает ни одного заезда в горках. Этот год, по признанию спортсмена, выдался для него очень удачным. Сезон был очень интересный, потому что я выезжал сначала на старой машине Двенашкина, Феде Войтову немножко. Ну, правда, ездил тоже в четверке, там в тройке. Но вот в итоге собрали хорошую машину, стал стабильно ехать в тройке. Поэтому сезон интересный. И сейчас у нас идет борьба между Рыжиком и Мною, кто будет чемпионом 2022 года. Поэтому сейчас ключевой такой заезд. Интрига, кто же станет первым, держалась на протяжении всех заездов. За это и любят гонки на выживание. За секунду все может измениться и кардинально. Кстати, наблюдать за этим автошоу почти так же азартно, как и сидеть за рулем. И с каждым сезоном, даже с каждой гонкой зрителей становится все больше. Люди специально приезжают за яркими эмоциями. Очень яркий, динамичный вид спорта. Находимся рядом с домом, поэтому всегда стараемся приезжать, смотреть, болеть за наших ребят. Это самая бюджетная, если так можно говорить об автоспорте, дисциплина. При этом технические решения, которые ребята здесь применяют, оно ближе всего к тому гаражному ремонту которого. Стартовать переходит, даже если у тебя сцепление уже нет. Короче, парни молодцы, на самом деле. Обладателем золота стал москвич Андрей Березкин. Призы за второе и третье места достались спортсменам из Домодедова Сергея и Юлии Соколовым соответственно. Первые гонки сезона 2023 пройдут уже через несколько месяцев, в январе.